здравствуйте друзья сегодняшнее видео хочу посвятить вот таким красивым растениям которые называются коллизия и красула вот такая вот такие растения у нас растут в кашпо вот здесь очень красивые вот такая розовая коллизия сорт называется розовая пантера очень шикарно набита смотрится это чисто зеленая коллизия у нее рост даже по повеселей более она набитая причем с этих кустов мы берем очень-очень много черенков они растут как грибочки ну их тут сотни просто и это все дело можно брать и укоренять кстати из них уже сделали новые маточники на зиму чтобы дальше размножать потому что я почувствовал интерес и спрос на эти растения это вот красула такая у нас и там какой-то сорнячок завелся размножаем мы вот по таким стаканчиком но это уже рассаженные черенки сейчас я более подробно хочу рассказать про размножение этих растений это у нас уже готовые кустики подрощенные мы их таком виде продаем вот такая вот варегатная пестрая коллизия вот еще друзья хочу обратить ваше внимание на такие два кустика они были пересажены в одно время кашпо объем 3 и 7 3.7 литра почти 4 литра кустики высажены в одно время прошло пару недель зеленый сорт у нас вот набитая уже шапочка хорошая прям отличный кустик вот эта розовая варегатная она конечно медленнее намного развивается ну за счет того что зелени в немало мало хлорофила в общем и поэтому она развивается медленнее но за счет того что она более декоративная интерес к ней я бы сказал конечно повышен вот ну ничего медленно но качественно развивается и нужно дать время и тогда она становится очень красивая состав грунта у нас следующие друзья торф чистый торф плюс агроперлит 10 процентов торф агробалт синий торф нейтральной кислотности вот в принципе все можно мешать с черноземом напополам в принципе это растение особо не прихотливая к составу грунта по моему мнению не прихотливая но к погодным условиям вот жара стоит солнце сильно светит в теплице выше 40 градусов там 45 бывает и казалось бы ничего это одно из тех растений которые вообще нормально спокойно себя чувствуют что касается и красулы этой коллизии вообще супер только не забывать поливать чтоб не пересыхало до такой степени что просто веточки падают но мы такого конечно же не допускаем поливаем каждый день и растения цветут и благоухают по поводу подкормок я бы выразился так это растение абсолютно не прожорливая то есть в грунте и так там достаточно микроэлементов все которые нужны в этом самом торфе просто одно дело когда растение какое-то мощное растет вегетативная петуния которая за месяц съедает там все элементы и начинает желтеть то такого рода растения они развиваются намного медленней они достигают определенного размера и в этом размере могут сидеть и себя вполне комфортно чувствовать то есть подкормки очень редко там один раз в неделю там пару раз месяц когда как вот идет какая-то обработка по листу или там всю теплицу подкармливаем то и не забываем в принципе под эти растения но про эти растения но особо такого сильного должного внимания мы этому всему не уделяем по вредителям бывает садиться на нее клещ по болезням ну различные грибковые заболевания почернение листьев начинаются если вообще забывать там не обрабатывать никогда и ничем периодически хотя бы раз в месяц для профилактики необходимо проходить какими-нибудь инсектицидами и фунгицидами из этих растений можно делать миксы вот нечто подобное зеленая и розовая она пополам тоже очень красиво смотрится и по поводу размножения хотел бы немножко рассказать как они размножаются размножаются они ну в летнее время мы размножаем по кассетам под пленку хотя бы дня на три парниковые условия и в полную тень вот и тогда корешок появляется очень быстро у этих растений идет очень быстрое укоренение в осеннее зимнее время когда солнца мало его практически нету можно вообще без всяких парниковых условий нарезали черенки воткнули в грунт проходит неделя и там уже есть корень то есть особо вообще абсолютно ничего сложного череночек берем такое ну вот отщипну один для примера вот несколько между узлей нижние мы отрезаем все остальное просто углубляем землю и желательно делать это пучками если вы один такой маленький черенок укорените то должно пройти очень много времени чтобы набился кустик чтобы разрослись вот эти боковые побеги пасынки это нужно время чтобы быстро и эффективно получить хороший куст вот здесь у нас порядка 5 черенков было посаженных 5-7 мы сажаем вот и дальше они уже разрастаются расплетаются и очень ну не очень но достаточно быстро получается такой вот хороший кустик вот еще из интересного у нас такой вот крестовник роули бусинки горошки живые зеленые которые растут и плетутся в общем я снимал по нему отдельное видео ссылочку оставлю в описании переходите посмотрите друзья уход за этими растениями примерно одинаковый и что мне нравится в этих растениях их декоративный вид конечно же никого не оставляет равнодушным особенно тех покупателей которые но не особо гонятся за цветением неинтересно им сам цветок как цветет а вот больше они любят зеленую массу высаживать вот зелень чтобы росла в горшках вот это самое то традисканции различные там и так далее вот именно поэтому мы выращиваем эти растения и в этом смысле мне нравится выращивать за их декоративность за их неприхотливость как я уже сказал простое размножение в общем растут они тут они могут в таком виде месяц стоять ну нарастут они чуть больше будут еще красивее и продадим их если застояться то мы их можем высадить посадить новый маточник с них нарезать еще черенки и там продадим уже на следующий сезон в общем вот за такие качества я люблю работать с такими растениями на и и Продолжение следует...